Ой, у меня там хлеб пекется. Хлеб, смотрите, уже он стоит 45 минут, и я не знаю, вытаскивать его или не вытаскивать. Уже терпения нет у меня сегодня. Ой, выключу уже, все, уже у меня сил нет. Если будет он непропеченный, пофигу. Ай, ух, ух, запотели очки аж. Ой, ай, 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 фу-ю-юй. Ой, вот он у меня хлеб. Ах, ах, ах. Не знаю, пропекся или нет. А если не пропекся, тоже будет обидно очень. Ай, горячий. Вообще-то открывать не надо его, но я открою. Просто раскрою эту, посмотреть. Вот такой хлеб. Это хлеб у меня, как называется, сюрдек. Кислый, на кислой закваске. Не знаю, что получится. Пусть остынет, потом посмотрим. Покажу потом. Вот такой. Ой, у меня, видите, там Кока-Кола. Это Кока-Кола Зеро. О, вы знаете, я вчера пришла с работы, выпила стакан. Что я его выпила ночью, я не знаю, я же поздно прихожу, пол-одиннадцатого почти что домой ночью. И потом до двух часов ночи не спала. Я не знаю, что это там в этой Кока-Коле было, или я такая была какая-то возбужденная, черт его знает. Короче, до двух не спала вчера. Вот. Хороший хлеб? Не знаем, какой хлеб, хороший или плохой. Посмотрим скоро, пусть остынет. Мусор буду выбрасывать. Пойдемте. Мусор выбрасывать. В сланцах уже. Ножки белые-белые. Белые ноженьки, да? Что это у нас тут посадили? Что за деревья цветущие какие-то? Даже что-то цветет. Не халам-балам-балам. У нас тоже светет все. В таких скворечниках я живу. Но главное, что живу где-то. Главное есть. Это тоже новостройка. У нас вот есть вот такие машины. Это машины общественные, электрические. Видите, электричеством заправляется. Этот, как его. Можно брать. Плотишь сколько-то там в час. Это мусорка наша. Так ложишь мусор. И вот так раз, сделаешь. И оно туда ушло. Пойдемте назад сейчас. Я одела кепочку. Потому что сейчас хочу посидеть немножко на солнце. Но лицо не хочу, чтобы загорало. Потому что у меня на лице сразу появятся пятна. Я не хочу этого. Руки пусть позагорают. Прямо, витамин D чуть-чуть. Сейчас покажу, где я буду сидеть и загорать. Такую детскую площадку сделали с искусственной травкой. И вот здесь вот, наверное, для детей. Для взрослых. Взрослые могут здесь сидеть. Здесь уже все сидят. О, залезу сюда повыше. О, как высоко. О, сяду сюда. Я вообще не вижу, что я снимаю. Вообще ничего не вижу. Одела вот такую кепочку. В кепочке хорошо. Так. Буду сидеть. Сяду. Конечно, надо было достать какие-нибудь шорстики или короткие брючки. Но надо искать. Здесь еще все заложено в чемоданах. Я же говорю, что я вчера не спала до... Сейчас. Не спала до двух часов ночи. Ну, в общем, одно видео там сделала. Ну, какое. Вы же видели, какое видео я там сделала? Этот. Сейчас. Вот так поставила. Ну, короче, сделала на английском языке. Я там написала видео. Короче, укоротила его. Под музыку смонтировала и выставила. Это было в час ночи. Вот это вот мне делать нечего. Потому что не спала. А потом, этот, бессонница была. Я думаю, вот не хочу уже. Вот, ну, не охота. Никто не подписывает. Ну, подписываются на меня. Я, конечно, грех жаловаться. Ну, вот хотелось бы, знаете, большего чего-то. Как сказать. Вот я, знаете, с кем себя сравниваю? Я себя сравниваю с этим, с ныряльщицей за жемчугами. Вот, вы знаете, вот каждый мой, каждый мой зритель, который на меня подписан, это вот как жемчуг. Это вот как жемчуга, который я насаживаю на свое ожерелье. И я вот ныряю. Каждое мое видео, это нырок под воду. Это я, как сказать, достаю оттуда вот по одному, по два человека, по пять человек в день, по пять бусинок, по пять жемчужин. Вот я вот с этим сравниваю. Это вообще даже удивительно, да? А есть у меня некоторые зрители, которые диаманты, бриллианты. Вот такие некоторые. Вот я даже, если что, я могу даже сказать. Это вот одна женщина, Евгения из Германии, Маргарита из Стокгольма. Есть еще многие другие. Вот они у меня бриллианты. А так я считаю всех моих зрителей как жемчужин. Каждый мне достается нелегко. Каждый человек. Это не то, что вот тысячами-тысячами подписываются на кого-то. За каждого я борюсь. Каждого, в общем, на руках готова носить. Спасибо вам большое, что вы смотрите, что вы подписались на меня и что вы меня поддерживаете. Это просто вот нелегко. Я вот хочу сказать, да? Хочу на солнышко, чтобы чуть-чуть, знаете, витамин Д принять. Это вот нелегко. Вот быть блогером вообще нелегко. Это вот постоянно ты с камерой. Постоянно ты... У тебя голова должна работать на какой-то креатив. Что-то выдумывать. Что-то, знаешь, продуцировать. Постоянно вот... Это нет ни минуты, ни одного какого отдыха. Вот, ну, видите, когда я готовлю еду, я постоянно должна то так камеру поставить, то так. А потом монтировать. А потом, как сказать, ты уже как-то себе не принадлежишь. Ну, конечно, это есть зависимость. У меня тоже от этого есть зависимость. Я никогда в жизни бы не подумала, что у меня будет вот такая именно зависимость от этого, от этих съемок. Мне это очень нравится. Каждый день говорю, все, я больше не буду. Зачем мне это надо, да, вот так смотришь, думаешь, ну, спокойно жил себе и жил. У меня ничего не поменялось. У меня нет никакого дохода от этого. Даже иногда больше расходов. Ну, все равно, вот что-то вот какая-то сила меня поднимает опять, да, и опять вот туда, опять я, опять я в эту... Ныряю опять под воду в этот океан и вытаскиваю свои жемчуга. Вас, мои зрители. Надо, знаете, принимать витамин D, вот солнце надо принимать, потому что кожа вообще... Вот у нас никогда, вот в Узбекистане таких проблем не было. Хоть мы и загорали, как черные там ходили, такие загорелые. Но не было у нас никогда проблем, да, с кожей. Вот все-таки солнце очень большой роль играет. Нужно, солнце нужно для всего. Вот кожа тоже вот на пальцах, на пальцах кожа трескается. Даже на ногах вот трескается, на пальцах. Вот мажешь, мажешь, вот этот крема мажешь. Столько денег на эти крема уходит, и все равно не помогает, потому что витамин D, солнца нам не хватает. Вот. А когда солнце придет, мы начинаем прятаться, да, под разные кепочки. Ой, тут все вокруг, наверное, в окошко смотрят на меня, скажут, что он там болтает со своим телефоном на вытянутой руке. А я болтаю с вами, со своими зрителями. Ножки должны загорать, витамин получать. Я сегодня выходная, и с утра же столько много дел переделала, столько всего наготовила. Даже, знаете, помидоры даже замариновала, засолила в собственном соку. Но ничего не снимала, потому что вот бывает, но такая апатия, неохота. Хлеб вот этот сюрдек делала. Вообще хлеб, когда делаешь на кислой такой закваске, да, на нем всегда много просмотров. Но мне просто неохота. Вот что-то вот такое было разочарование. Ой, бабочка, бабочка прилетела. Бабочка, мне это знак, знак, чтобы я не разочаровывалась. Никаких разочарований не должно быть у меня. В общем, ничего не снимала сегодня. Очень много. Что я еще сделала? Мясо жарила, вот это вот. А, чеснок, еще чесночную пасту сделала. И не поделилась с вами такими секретиками своими. Потому что такое настроение было дурацкое. Вот у человека многое зависит от настроения. Поэтому настроение у всех должно быть хорошее. И мы должны его сами себе поднимать. Кто нам его еще поднимет? Сейчас жду, может, какой самолет полетит. Надо мной чайки летают. Люди здесь, я смотрю, поставили такие диваны на улицах. Такую уличную мебель. Вообще шикарная. Сейчас я разверну, но я не знаю, вы увидите или нет. Я попробую увеличить. Я попробовала увеличить за этим забором. Видите, какие у них там мебели стоят. Ну, а у других что-то ничего, ни у кого нет. Не чешутся они. Вот, давайте, хлебушек, уже немножко подостыл. Попробую отрезать, что у меня получилось. Мягкий. Хоть бы пропекся. Хоть бы пропекся. Посмотрим. Какой-то, что не отрезался еще. Вот такой, он еще горячий. Он еще горячий. Он еще у меня горяченький. Даже невозможно в руки взять. Да, можно было, чтобы он еще постоял. Он у меня 45 минут стоял. Надо было 55 минут, чтобы корочка вот эта черная была. Вот тогда уже это конкретно он будет. Ну, это тоже пропекшийся хлеб. Сейчас попробую. Хороший хлеб. Сюрдек. Это, который на кислой закваске. Вот такой хлеб я испекла. Так, я его сейчас уберу отсюда. Он еще горячий. Надо его на сетку поставить. На сетку. И вот смотрите, что я еще сделала. Сейчас покажу. Так, поближе. Помидорки. Разливаются. Я попробую сок сейчас. Я еще не пробовала. Я их сделала. Сейчас, подождите-ка. Я эти помидорки сделала. Тут ни капли воды нет. Это свой собственный сок. Сейчас попробую. Остренькие. Сладко-кисло-уксусные. Здесь есть кориандр. Здесь есть укроп. Здесь есть чеснок. Свежие-свежие. Никакой термической обработке они не поддавались. Так они будут стоять. Ну, пока я не съем. Еще сейчас покажу, вот что я еще сделала. Чесночную пасту. В этот раз чесночную пасту я сделала с этим. С красным острым перцем. Потому что чеснок сам получается не очень острый. А этот... Сейчас попробую тоже его. Вот теперь... О! Какой вкусный! С оливковым маслом. Просто в блендере беру чесноки, все ложу. Головку, например, чеснока. Ну, тут у меня несколько головок. Здесь у меня, наверное, головок четыре. Чеснока. Блендер. Масло. Соль. Сахар. Уксус. И что еще? Все? Все, да, все. И вот так в блендере мешаешь. Тоже воды не добавлять. Никогда. И вот так он будет стоять год-два. Ну, два вы его съедите. Везде. В любой суп. Везде добавляйте. Это вообще офигительно будет вкус. Вот. Солнце надо. Солнце надо, да? А сама я там не выдержала даже пять минут посидеть на солнце. Так парит, так парит оно сильно. Тоже, знаете, неохота сильно загорать. Если так загорю. Ну, витамин, наверное, приняла, какой мне надо было. Уже за пять минут витамин Д принялся. В общем, вот такое видео сняла просто сегодня о своем разочаровании. Что я каждый день сомневаюсь, каждый день ставлю на весы. Надо мне это или не надо. Не знаю, что делать. Иногда вот вообще такая апатия берет. Ничего не хочется. Ну, не знаю. Может быть, вы мне подскажете продолжать мне. Или завязывать уделили. Никому это не интересно. Никому это не надо. Может быть, вы мне скажете, подскажете. Ну, ладно. Пока. Люблю вас всех. Пока. Пока. Продолжение следует...